Ваалейкум ассалям Здравствуйте, друзья! В плане статистики от всей страны и у нас тоже по нашим оценкам данные о количестве мусульман в городе Хабаровске тоже разнятся и колеблется где-то от 20 до 50 тысяч человек. А почему такая разница? Потому что многие мусульмане, ну скажем так, не титульной мусульманской национальности. Есть русские, есть нерусские мусульмане, разные есть люди, которые приняли ислам и исповедуют его. И не все посещают мечеть по разным причинам, которые мы, может быть, чуть позже поговорим. И я думаю, что в этой вилке где-то 20-50 тысяч человек. Прежде чем мы продолжим, предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, какие религии разрешены в нашей стране, а какие исповедовать запрещено. Пожалуйста. Форма вероисповедания в России вне закона и может рассчитывать только на помощь Кузи, Макаронного Монстра, Ктулху и прочей ереси. Сарвердин Исмаилович, вот вы представляете татарскую диаспору Хабаровскую. Можно же так говорить, правильно? Я думаю, точнее будет община. Община, хорошо. Вот с Татарстаном, например, хабаровские хоккейные болельщики нашей команды Амур, они имеют тоже тесные отношения с казанским Акбарсом, мы встречались с нежникамским нефтехимиком. Какие еще связи между нашим городом и Татарстаном еще есть? Ну, братские. Братские исторические связи, потому что, скажем, ареал проживания татар, русских и многих других народов совпадает. Татары живут не только на территории Татарстана, вы знаете по истории, даже если бегло взять, сколько было ханств на территории России. И мы также живем практически на всей территории России с разной концентрацией. Но если взять отношения именно с Республикой Татарстан, помимо тех отношений, которые вы назвали, я бы еще назвал культурную. Вот мы как раз, наша организация в этой сфере и работаем, и сотрудничаем с Республикой. То есть, мы, являясь подразделением Всемирного Конгресса Татар, осуществляем вот эти связи. Они нас поддерживают тем, что присылают сюда артистов, снабжают нас методическими какими-то материалами, присылают учебники татарского языка. Сейчас вот по интернету очень прекрасный вообще курс есть, самообучение татарскому языку. То есть, можно просто зайти, загуглить и найти, наткнуться на этот курс? Да, она Теле называется. Она Теле. Она Теле. Это мамин язык. Она, это мама, Теле язык. Она Теле. 20 и 21 марта будет отмечаться мусульманский праздник весны Навруз. Что это за праздник, расскажите, если можно, и как его отмечают? Ну, начнем с того, что это не мусульманский праздник. Это скорее исторический. То есть, что-то путают, да? Ну... Хорошо, исторический. Это исторический, скажем так, культурный, в культуре многих тюркских народов, каким, в общем-то, и татары тоже принадлежат. Это, ну, это праздник весеннего равноденствия. Он не только у нас распространен, этот праздник, он очень у многих народов, потому что, ну, это такой переломный момент в году. Ну, очень хороший, веселый праздник. Блюда на столе, вот если не секрет, они как-то отличаются все-таки, или так же традиционно, как и у нас, просто, вот, или какие-то обязательно... Ну, мы, вообще-то, как и многие другие люди, тоже не растерялись и взяли у всех самое лучшее. Я думаю, что сейчас на столе у всех самое лучшее блюдо разных народов. Ну, стараемся на какие-то праздники наши, вот, национальные блюда, чак-чак, чтобы был на столе, перамяч. Да, перамяч, это вот по-русски тоже татарское название, но немножко другое, беляш. Но на самом деле называется перамяч. Беляш, беляш, это большой пирог с дырочкой и там бульон внутри этого пирога. Мы привыкли называть беляшом вот это вот, это на самом деле... Да, это перамяч. Это перамяч. А беляш, беляш, это, ну, такой, и из него ложкой можно будет накладывать или кушать. Он прям с бульоном там, внутри пирога. С бульоном, большой пирог, внутри мясо. И там мясо, и другие какие-то там... Слушайте, у меня уже слюнки потекли. К вопросу о праздниках еще. Вот в мусульманских праздниках могут принимать участие немусульмане? Вполне. Саверидин Исмаилович, хочется поговорить с вами, мне кажется, на такую острую тему, которая обсуждается просто сейчас везде, да, это о событиях в Европе, как только не называют второе великое переселение народов, да, наплыв мигрантов и так далее. Понятно, что этот термин все-таки пошел от того, что люди, которые, да, сейчас прибывают в Европу из-за того, потому что их страны, да, охвачены войной, в основном мусульмане. И не всегда на новом месте, да, жительство, они ведут себя так, как ожидают местные жители. Вот у вас, я хотел спросить, не чувствуете вы того, что изменилось здесь к вам отношение? Нет ли этой агрессии, направленной на мусульманские общины в нашем городе? Нас лучи греют, нас лучи греют европейские. Мы чувствуем, ну, делом, конечно, никто ничего не делает, но вот какая-то атмосфера на электризованность, она чувствуется. Вот, например, даже взять уже пресловутый вопрос о строительстве мечети в Хабаровске. Я думаю, что есть тут определенные люди, которые добиваются, наверное, каких-то своих определенных целей, политических там и прочих целей, которые накаляют здесь ситуацию, что, ну, вот мечеть, если мечеть появится, ну, они людям объясняют так, что мечеть – это как военная база. Вот как у нас сейчас авиабаза в Сирии, вот примерно по аналогии, значит, мечеть строится в Хабаровске, и здесь, наверное, будет это как военная база. А у нас, вот, насколько мне известно, у нас одна мечеть есть, да? Ну, скорее, это молельный дом. Молельный дом. Ну, для мусульман это очень важно, наличие мечети именно в городе, в месте, да, где они живут. Да. И, соответственно, это тоже вот больной вопрос, да, для вас? Ну, во-первых, это очень важно и даже предписано, ну, очень желательно мусульмане, ну, один раз в неделю, в пятницу прибыть на общественное моление. И если это не делается, ну, в общем, это как бы не одобряется. Это один вопрос, что касается именно мусульманского, мусульманской стороны. А есть второй вопрос. Дело в том, что если человек живёт, ну, скажем так, в каком-то шалаше, в лачуге, даже несмотря на то, что он оттуда будет выходить лащённый, в смокинге, всё равно к нему будут относиться как к жителю лачуги. А если он будет выходить из красивого какого-то дома, даже, может быть, в какой-то там рваных джинсах, и всё равно у него статус тоже будет. В данный момент я считаю, что у нас молельный дом, он, ну, не того вида, как хотелось бы. Я думаю, это было бы, во-первых, и украшением для города, это было бы украшением для мусульман, и это было бы всё-таки, хоть и есть пословица, что не место красит человека, но я бы сказал, что в этом случае, может быть, и место тоже дополняет статус человека. Но проблемы есть большие, я так понимаю, со строительством. Ну, проблем ещё нет, но здесь вот те люди, активисты, они начали сбор подписей. И подписи ставят люди, ну, потому что, скорее всего, эти трудолюбивые люди им нагнетают какие-то страшные вещи, что это будет прибежище бородатых террористов. Как вот в прошлый раз, это где-то в 2013 году, нам уже почти выделили землю под мечеть, мы до наших ушей дошло, что в первом микрорайоне эти люди рассказывали, что вот если мечеть будет, ваших детей будут там по дороге где-то отлавливать, насиловать и прочие вещи. Это злые языки просто. Да, я думаю, что это или, скажем так, недостаток информации, культуры и прочих вещей у человека, или это какая-то злая воля. Нас ещё в школе учили, что отношение человека к тебе – это как зеркало. Всё равно, если мы приветливо встречаем любого человека, конечно, он, даже если в плохом настроении, тоже пропитывается нашим настроением и как-то начинает лучше с нами разговаривать приветливо. И также здесь мы дома. Вот представьте, вы заходите, просто вот вы заходите в чужую квартиру, в чужой дом кому-то. Ну, конечно, какие у вас чувства, если вас ещё агрессивно там встречают. Ну, это вообще просто шок. Да я даже представлять не хочу. А сюда вот, если человек приезжает, мы ещё не знаем, он может быть хороший человек, а мы его уже априори встречаем, например, ну, мягко говоря, не очень приветливо. Ну, и, соответственно, ему кажется, что он попал куда-то очень в страшную передрягу. Если человека встречают как хорошего гостя или хотя бы на первых порах дать шанс, да, может быть, это потом будет какой-то, не исключено, преступник, нарушитель какого-то общественного порядка. Ну, тогда, я думаю, тут найдётся тот, кто с ними быстро разберётся с этими людьми, в том числе и земляки, которым не нужны проблемы из-за одного человека, чтобы… А идёт, вот мне интересно, идёт же тоже воспитательская работа, именно те люди, которые достойно работают здесь, которые прославляют, да, те же самые общины, они, когда со стороны видят, получается, не то, что не наказывают, а всё-таки воспитывают и говорят, что, дружище, надо вести себя по-другому здесь, не позорь нас, да, получается, как-то они… Или всё-таки они смотрят, ну, приехал, приехал свой, да, свой, пускай делает, что хочет. Ну, да, это так же, как вот в данный период времени с мусульманами. Мусульман порядка двух миллиардов на земле, а вот тех, о которых мы всё время слышим, ну, там их, может быть, несколько сотен тысяч. И вот остальные эти миллиарды, они, вот представляете, в какой ситуации живут вот из этих, в общем-то, можно сказать, единиц, отщепенцев. Я в завершении нашей беседы хочу всё-таки посмотреть в другую сторону. Если говорить про представителей вашей общины, в каких сферах у них больше получается добиваться наилучших результатов? Вы знаете, даже если говорить про наш телеканал, такие громкие татарские фамилии, как Тимур Батрудинов, Марат Башаров и так далее, можно перечислять бесконечно, да, но всё-таки в каких сферах больше получается, да? Ну, вот в нашей общине более половины, скажем так, активных членов, которых мы вот знаем, с которыми я общаюсь, заняты в научной сфере, например. Профессорский, преподавательский состав есть. Есть у нас и академики, у нас есть доктора наук. Потом, значит, ну, очень много предпринимателей, у нас даже есть татарский клуб предпринимателей, который является постоянным спонсором наших всех мероприятий. Вот, например, в этом году будет 10 июля Сабантуй очередной. Ну, традиционный. Традиционный, 13-й Сабантуй. Я, кстати, всех приглашаю. И предварять ещё будет этот праздник. Конкурс тоже уже седьмой по счёту. Мисс Сабантуй – это конкурс «Интернациональная краса», в котором участвуют девушки разных национальностей. И ещё наши земляки, ну, очень много пенсионеров в нашей общине. Пенсионеры все, в общем-то, которые, ну, если даже не родились в Хабаровске, ну, вот как я, например, я с трёх лет, когда мне исполнилось три года, я живу здесь, в Хабаровске. Я считаю это уже своей родиной Хабаровск. Я его помню таким, которым многие не помнят. Ещё деревянные улицы были некоторые. Я учился здесь, в Хабаровской школе, с первого по восьмой класс. И вся жизнь практически у меня связана с нашим городом. Он родной город для меня. И я не могу хотя бы даже по этой причине как-то делить людей на таких и на таких. Потому что у меня, наверное, 90% моих друзей, родственников, потому что у меня жена не татарка, они не татары. И это мне не мешает с ними дружить, быть родственником, ну, вообще жить в этом городе. Замечательные слова, вы знаете, давайте не будем делить. И мне кажется, после сегодняшней беседы нам всем есть о чём подумать. Я поздравляю вас с наступающим праздником и вашим лицем всех мусульман нашего города, города Хабаровск, вам, господатели зрителей. Напоминаю, что сегодня мы говорили с председателем Хабаровской городской национально-культурной автономии Татар Хабар Сарвердином Исмаиловичем Туктаровым. Сарвердин Исмаилович, спасибо вам большое и удачи. Спасибо вам.